Приветствую вас. Я прочитал ваше письмо. И, во-первых, мне хочется сказать, что, ну вот, давайте начнем с самого начала, да, и скажем, что, вообще говоря, вот, сам факт того, что вы заменяете слова, он сам по себе не страшен, потому что, ну, действительно есть фактор воспитания, действительно есть, как бы, ну, обучение родителей, да, то есть родители, видимо, или ваш круг общения сформировал у вас такой вот, обозначение вещей, связанных, связанных с интимной близостью, и, в принципе, и в целом, в этом ничего плохого нет. На самом деле, сейчас, когда везде с личным астридом говорят о сексе, и о нем очень много говорят, это даже хорошо. Другое дело, что вы, по вашему сообщению, вы говорите, что вам стыдно признавать себя женщиной, вести женщину, и стыдно так открыто говорить самой об этом. Поэтому, вот это, большая проблема. Почему? Дело в том, что вы не принимаете себя. Вы не принимаете себя и не позволяете себе быть собой. И из-за этого, из-за того, что вы не позволяете себе быть собой, по сути, вы себя подавляете. Вы себя подавляете, и в результате нельзя говорить о том, что вы можете рассчитывать на сколько-нибудь успешные отношения с мужчинами, да, с противоположным полом и так далее. Именно из-за того, что вы сами себя стыдитесь. И вот, если говорить о том, откуда это все происходит, да, то есть откуда у вас такое вот восприятие самой себя, то я бы вам сказал так, что это установки родителей, которые запрещали вам, ну, собственно говоря, не позволяли вам быть той, кто вы есть. А вы есть, в первую очередь, женщина, и вы имеете полное право вести себя, как женщинам вы имеете полное право это делать, но ваши родители этого не позволяют. Соответственно, в таком случае можно говорить о том, что вам необходимо проработать детско-родительские отношения для того, чтобы избавиться от негативных установок, которые они вам внушили. Родители, я имею в виду, внушили. И таким образом можно будет говорить о том, что вы встанете на путь правильного поведения. Далее, есть такое вот у вас слово, как стыд. То есть, вам стыдно. Замегает вопрос, а почему вам стыдно? Что заставляет вас стыдиться? Вот конкретно, что заставляет вас стыдиться? Общественное мнение, свои ценности и так далее. Почему вы не доверяете своим желаниям? Что мешает этому? Что мешает доверять себе? И вот об этом тоже вам я бы рекомендовал подумать. И когда и если детско-родительские отношения, то есть первичный источник вот этих вот самых ваших установок, которые вам сейчас мешают жить, будет проработан, когда и если... И вы поймете, почему люди, я имею ввиду, те, кто с вами вот жили, и те, кто был для вас авторитетом. Почему они так себя вели с вами? Почему они внушили вам именно такие ценности? И когда и если это будет понятно, то вот уже тогда вам будет гораздо легче и проще этот барьер убрать. Потому что, ну, ясное дело, что вы, находясь под влиянием этих установок, под сформированиями еще с детства с ценностями и приоритетами, просто-напросто не можете себя как-то вот перенаправить в нужное русло. И это, надо сказать, совершенно нормально, потому что, ну, было бы странно, если бы вы как-то по-другому в данном случае себя обвели, потому что, ну, родители вам что-то внушили, вы, естественно, это слушали, и их ценности для вас казались верными. А когда выяснилось, что вас это, в общем-то, не очень-то устраивает, все, ну, вот, тадам, естественно, сразу стал вопрос о том, насколько это правильно. Но проблема-то заключается в том, что даже если вы сами для себя вот этот вопрос задаете, одна, вы не справитесь, потому что нету ресурсов для того, чтобы себя как-то переформировать. И чтобы ресурсы были как раз такие, я бы сказал, что нужно вот действовать именно в этих ключах, в этих направлениях. То есть, по сути, вам нужно еще раз разобраться с тем, откуда велись такие ваши установки, что их, условно говоря, породило. Потому что, когда будет ясна причина, тогда будет и более четкое понимание того, как с этой проблемой помочь вам справиться. Ну, вообще-то говоря, обратите внимание на такие, знаете, культурные ценности. Я вот не знаю, будете ли вы работать со специалистом или нет, будете ли вы работать с психологом или нет. Поэтому обратите внимание на такие культурные ценности, в которых, в общем-то, люди, женщины, мужчины ведут себя так, как им хочется. И попробуйте переоценить то, что действительно, например, ну, плохо, развратно, неправильно, как-то еще, то, что действительно стыдно. И то, что вы субъективно называете чем-то постыдным. Понимаете? Если вы сможете это сделать, если вы решите для себя этот вопрос, то тогда, я думаю, вам будет самой легче вот для себя принять какие-то вещи, связанные с своим поведением. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать по вашему вопросу. Вообще говоря, о сексе, ну, знаете как, вопрос этот всегда довольно срочный, потому что он очень личный, и вам здесь нужно постепенно-постепенно понимать, что же все-таки ценно для вас, и, как бы, что важно вам, а что важно другие. И нужно правильно это соотносить. Вот, если вы будете правильно соотносить, что действительно важно, ценно, там, правильно, и так далее, если вы будете максимально четко и законично это разделять, то, думаю, проблем у вас не будет такого рода, какие вы сейчас описываете. Потому что могу представить, насколько вам тяжело, могу представить, насколько вы кажете себе скованный за штат, и так далее. Ну, и, чтобы вам помочь, соответственно, к сожалению, нужна работа. Это работа не одного сеанса. Захотите ли вы прорабатывать свои детско-родительские отношения? Захотите ли вы в большей степени доверять себе? Захотите ли вы отстраивать культурные ценности, рельсы к тому, кем вы хотите быть? Захотите ли вы следовать образу женского поведения? Захотите ли вы расширять границы своего восприятия, границы своего понимания того, что правильно, верно, дозволено и так далее? Тогда все можно исправить. Ну, а если нет, то это ваше право. Я думаю, что ответом на ваш вопрос будет то, что написала коллега Лидия. Она сказала, что это ханжевское воспитание в вашей семье. И действительно, причина скорее всего в это. Только вот не надо думать, что это что-то плохое. И то, что ваши родители тоже плохие люди, которые специально вот так вас воспитали, чтобы вам было тяжело. На самом деле это не так. Родители хотели для вас только самого лучшего. Они воспитывали вас так, как могли. Они воспитывали вас так, как умели. И правда в том, что вы для них всегда будете оставаться маленьким ребенком, которым издаются в их помощи, в их совете, в их поддержке. И правда также заключается в том, что вам, если вы взрослый человек, вам исполнилось 18 лет, то вам нужно жить уже своим умом, своими какими-то знаниями, своим выбором. И нести ответственность за себя. Брать ответственность за себя. Знаете, то, что вы делаете, вот когда вы стыдитесь с чего-то, стыд, это всегда такая, знаете, настройка социума, настройка общества. Это как бы общество говорит, что вот ты не должен что-то говорить, ты не должен что-то делать. Но в действительности, в действительности, вам для себя нужно понять, а что ли такого страшного произойдет, если вы, например, будете вести себя более женственно? Что же, например, такого страшного произойдет, если вы будете говорить какие-то слова? Что же такого страшного произойдет, если вы, например, будете действительно вступать с людьми в отношения? А ничего не произойдет В разумных пределах В рациональных, так сказать, количествах Все, о чем вы говорите, более чем нормально Да, если все время постоянно говорить о цепи Если вступать в беспорядочные половые связи Это, конечно, не очень хорошо Но и то, если это не вредит вам Если это не вредит окружающим То почему бы и нет Это лучше, чем то, что вы испытываете сейчас По сути, пока вы молоды Пока вы молоды Вам это будет казаться чем-то так иначе Такой, знаете, как запрет родителей Хочется ходить, но родители запретили Вроде как нельзя Но чем взрослее вы будете становиться Тем больше вы будете понимать Что, вообще-то говоря, это то, что вам положено И будет появляться пустота в душе Потому что вы не будете этого получать Вы не будете реализовываться Не будете получать удовлетворение Как женщины И из-за этого могут возникнуть проблемы В первую очередь Это проблема неудовлетворенности И проблема фрустрации Во вторую очередь Это отношение к родителям То есть, либо вы поделаете Еще большую зависимость от них И до конца и дней будете С ними очень близки к отношению Что, в принципе, хорошо Что, в принципе, позволит вам До понеда времени жить Безберно, жить не своим умом Жить в комфорте, в стабильности И защищенности Но, правда, в том числе родители Это рано или поздно не станет Тогда вам придется жить самостоятельно Своим умом Вот тогда вы ощутите Свою неприспособленность к этому И если вы ее почувствуете И вам будет очень и очень тяжело Не думать плохо о родителях Потому что вы поймете Что они не научили вас Жить самостоятельно без них И вот то, что вы делаете сейчас Это тоже сахар Это не умение жить своим умом А, как бы, ну, продолжение Продвижение ценностей для других людей На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку Помогу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучше Желаю вам всего доброго и удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!